Да, Саша, доброе утро. Ты абсолютно прав. Сегодня в студию мы пригласили нашу местную Снегурочку, поэтому у нас царит здесь по-настоящему волшебное настроение. И Снегурочку непростую, и Снегурочку из отдаленного поселка муниципалитета Заозерное. Здравствуйте. Доброе утро. В Евпаторе запланировано очень много торжеств, новогоднюю ночь и до Нового года. И после расскажите, какие мероприятия будут проходить в поселке. В поселке Заозерное тоже запланировано мероприятие. У нас сегодня пройдет показ для деток новогоднего фильма. И завтра, 31 декабря, в новогоднюю ночь, мы ждем всех жителей и гостей поселка Заозерное на праздничную, развлекательную, концертную программу для взрослых. Расскажите, какой фильм будете показывать? Фильм самый яркий, самый новогодний для детишек про Новый год. Новогодний фильм. Расскажите, какие непосредственные мероприятия запланированы в новогоднюю ночь? Потому что в Евпаторе это будет масштабная концертная программа. Наверняка не обделили и поселки. В поселке мы справляемся своими силами. У нас в Заозерненском центре культуры и досуга есть тоже довольно много кружков, которые занимаются. Мы и поем, мы и танцуем. У нас есть кружки декоративно-прикладного творчества. Занимаемся всевозможным творчеством, потому что детки в поселке Заозерное тоже хотят участвовать в творческой жизни, в культурной жизни нашего города. Ну и, соответственно, в новогоднюю ночь мы все это привлекаем. У нас будет дискотека новогодняя, у нас будут конкурсы, игры, танцы, песни. Мы зажигаем, развлекаемся. И где это все будет происходить? На летней эстраде, поселке Заозерного, в новом, только что отстроенном красивом сквере. Расскажите, как украсили поселок к Новому году? Ну, в первую очередь, конечно же, нарядили самую красивую новогоднюю елочку. Есть какие-то еще украшения? Вы и в Евпаторе уже подготовили большой подарок. У нас город по-настоящему светится, уже чувствуется это волшебство, атмосфера Нового года. Есть ли то же самое в поселках? В поселках тоже довольно много украшений по улицам. Ярко, красиво, весело. Конечно же, мы постарались наш центр досугой украсить. Расскажите, какие еще мероприятия запланированы после Нового года? Ждут нас очень долгие каникулы детям. Особенно интересно будет чем-то заняться. Мы всех ждем 6 января на праздничную рождественскую программу. Мы приглашаем всех также на летнюю эстраду в наш прекрасный сквер, на рождественские игры, песни, калятки, игровую программу для детей. Также 10 числа мы ждем более старшее поколение к нам в гости. Ну и, в принципе, каждый день мы всегда рады гостям. Ну и расскажите, каково это быть снегурочкой, выполнять мечты и желания людей? Мечты и желания людей выполнять это просто прекрасно. Но в первую очередь, наверное, хочется исполнить что-то для себя, ведь я же все-таки помощница снегурочки, не настоящая. Но я безумно благодарна судьбе и своим родителям, своей маме за то, что я все-таки человек творческой профессии. Потому что безумно приятно, прекрасно дарить людям счастье, радость, новогоднее настроение, капельку волшебства в эту новогоднюю ночь. И я уверена на 100%, что этот декабрь не последний в моей жизни в таком образе. Спасибо вам большое. И мы желаем вам, чтобы, конечно, он был не последним, чтобы продолжали дарить радость и волшебство. Это неповторимый атмосфер Нового года всем евпотарицам и всем жителям наших отдаленных поселков. А пока что я передаю слово своим коллегам. Расскажите, какая атмосфера царит у вас в студии.